Девушки отдыхают ЧП произошло в Емеляновском районе неподалеку от Таскина. 23-летний водитель вез свою знакомую и еще одного парня на шестерке. Не справился с управлением, вылетел в кювет, а затем в озеро. Двое молодых людей выбрались, а девушка утонула. Оказалось, водитель никогда не получал права и не обучался вождению. Красноярец хотел избавиться от сухой травы, а в итоге сжег 15 гектаров леса. Это площадь в 20 футбольных полей. Инспекторы лесной охраны задержали мужчину, по вине которого возле села Еловое произошел пожар. Ущерб превысил 400 тысяч рублей. Поджигатель заплатит эту сумму и погасит траты на тушение возгорания. Частным детсадам все-таки оставят четверть субсидий. Это мера поддержки от мэрии. На каждого воспитанника будет выплачиваться 25% от объема субсидий. Это, по мнению властей, позволит садам покрыть расходы на аренду и коммунальные услуги. Напомню, ранее администрация приостановила действия контрактов с частниками. Юные красноярцы празднуют дни рождения даже в режиме самоизоляции, но без гостей и онлайн. Так 10-летний Степан из Солнечного встретил юбилей за сигнальными лентами и в респираторе. А еще там были тематические шары, торт и строгая табличка с надписью, что на праздник никого не приглашают. Другие школьники также получают поздравления во время дистанционного обучения. Продолжение следует...